Принятие такой концепции национальной безопасности, оно уже назрело, потому что действительно мир стоит сейчас на пороге таких серьезных изменений. И в зависимости от того, сможем мы ответить на эти вызовы или не сможет, будет зависеть наше будущее нашей страны, нашего народа. И ни для кого не секрет, что действительно можно сказать, что мы сейчас живем в условиях не только конкуренции, но и определенной борьбы и политической, и идеологической, даже военной, но в том числе и духовной. Поэтому здесь мы сегодня собрались для того, чтобы обсудить концепцию национальной безопасности и выслушать в том числе и представителей Белорусской Православной Церкви и представителей других традиционных конфессий Республики Беларусь. Потому что мы знаем, что история нашего Отечества, она была очень-очень простой и всегда из сложных ситуаций, а их было очень много, мы выходили благодаря тем духовным традициям, тем ценностям, которые сформировало в первую очередь, конечно, христианство. И вот эти вот ценности, ценности общества, любого общества, но в данном случае, мы говорим, в нашем, в белорусском обществе, это то, что соединяет народ в единое целое, то, что не дает ему распадаться. И если вот эта вот система ценностей, она распадается, то все остальное, какой бы ни была сильной экономика, каким бы ни была сильной военная составляющая, все равно государство, оно, скорее всего, перестанет существовать. Мы видим это на примере Советского Союза, государство было сильное внешне, но внутренне оно, так скажем, разложилось, несмотря на то, что были люди, были силы, которые работали на разрушение. Поэтому мы сейчас и говорим о том, чтобы в этой концепции, так как можно более ярко, подчеркнуто, говорилось о традиционных ценностях, которые присущи именно нашему народу. Потому что есть общечеловеческие ценности, можно и нужно про их говорить, но есть ценности, которые в первую очередь влияли на историю, на самосознание нашего народа. И вот проговорить эти ценности, прописать эти ценности и в том числе продумать, как можно эти ценности не просто защитить, их защищать мало, но чтобы эти ценности вошли в плоть и кровь нашего народа и, в первую очередь, молодежи. Для этого и составляется концепция, чтобы такие примеры, такие прецеденты, которые мы видим в соседних странах, они ни в коем случае не повторились в нашей стране. Потому что то, что происходит на Украине, это в первую очередь забвение своей истории, своей традиции, своей культуры и своих ценностей. Потому что мы видим, что сейчас там навязывают ценности, абсолютно чуждые украинскому народу. И чтобы ни в коем случае это не повторилось, мы в том числе и сегодня собираемся здесь и обсуждаем. И авторы концепции также исходят из того, что культурная, духовная, нравственная составляющая, она должна быть одной из базовых в этой концепции.